Несколько лет за сохранение церкви Сретения Владимирской иконы Божьей Матери борются священник Андрей Игнатьев, местные верующие и благотворители. Их совместными усилиями удалось привести в относительный порядок небольшой предел Симеона Богоприимца. Теперь здесь можно проводить богослужения. И слава Богу, что что-то у нас сдвинулось. Слава Богу тем людям, что благодарим прямо тех людей, которые помогают, неравнодушны. И большое спасибо нашему отцу Андрею, потому что благодаря нашему отцу Андрею вот это все продвигается. Слава Богу за все. В течение осени над Симеоновским пределом возвели крышу, которая убережет здание и молящихся верующих от непогоды. Несколько дней назад один из благотворителей изготовил для церкви крест. 10 ноября прошла церемония его освящения. Благословляется и освящается знамение всей крестной благодатью, святаго духа, коплением воды все священные. По имя Отца и Сына и Святого Духа. Сам крест небольшой, около двух метров высотой. Сверху на нем прибиты несколько десятков гвоздей. Это сделано, чтобы на него не садились птицы. После освящения креста рабочие подняли его на крышу Симеоновского предела и установили. Теперь основная цель общины – сделать внутренние помещения как можно более комфортными. Печку я заказал, 56 тысяч. Люди пожертвовали. Едет к нам печка. Договорился с теплотехником. Обещал, как только будет печка, мы тебе печку поставим здесь в храме. Вот, значит, трубы, все это заказано. Вот, там уже внутри даже подставка под эту кирпичную, эту печку сделана. Ну и на этой неделе должны, дай бог, живы будем пиломатериалы, доски на пол привезти. После завершения благоустройства Симеоновского предела службы здесь станут проводиться чаще. Не оставят работу по консервации всего остального здания Сретенской церкви. Ее продолжат в следующем году после окончания холодов. Наталья Ивашевская, Максим Тятов, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».